Алексей Барановский с нами на связи. Алексей, я тебя приветствую и расскажи, пожалуйста, чему сегодня больше всего посвящено время, что на порядке дня, какие вопросы. Да, привет, Алена. Действительно, в Варшаве продолжается съезд народных депутатов, теперь июньский это съезд. На второй день работы, это конституционный день, обсуждается вторая глава Конституции Российской Республики, то есть постпутинской страны, в которой рассматриваются, прописываются основные все права и свободы человека и гражданина. И вот, собственно, об этом я хочу поговорить с моим гостем, это Юрий Терехов, независимый политический эксперт, аналитик, который в ближайшее время уезжает, собственно, работать в один из крупнейших, как я понимаю, американских сингсенков, как раз по российской тематике. Какие у тебя впечатления, как у эксперта о мероприятии? Да, приветствую, Алексей, приветствую зрителей телеканала «Утро февраля». Да, я, собственно, нахожусь сейчас в Варшаве, впервые имел честь посетить это мероприятие. На мой взгляд, сейчас происходит действительно очень важная работа, такое, скажем так, конституционно-правовое обрамление нового или обновленного государства. То, какое мы хотим видеть вместо нынешней путинской РФ, государства-террорист. Да, любопытно, что здесь собрались действительно люди, которые имели обширный законотворческий опыт в России, которые были избраны депутатами или представителями на разных уровнях в разные годы. Люди опытные, люди, скажем так, объединенные идеей действительно пересобрать, пересоздать это государство на новых основаниях. Скажи, вот ты же, что называется, не новый человек в российско-оппозиционной вот этой всей движухе. По сравнению с другими мероприятиями российской оппозиции, какие у тебя впечатления именно от формата съезда народных депутатов? Ну, скажем так, я больше сказал про содержание, нежели какой-то внешний формат. В отличие от других мероприятий, здесь мы слышим, ну, скажем так, больше конкретики. Здесь, возможно, меньше людей, чем на многих других мероприятиях. Но здесь мы слышим больше, скажем так, конкретных предложений и конкретных, скажем так, программ, которые, собственно, реализуются в виде документов, а не просто рассуждений. Именно так, да, именно так. Как ты считаешь, вот сегодняшний конституционный день, он посвящен, например, ну, главной сенсации, ну, если сказать так, сенсации, это вот аналог второй поправки. Теперь гражданам постпутинской России разрешено владеть, хранить оружие. То есть это вот полный аналог американской практики для России. Это ведь такая достаточно существенная инновация. Ну, да, собственно, как бы это сейчас я говорю как от себя, а не как внешний наполеет. Конечно, я это поддерживаю, подобную поправку. Я считаю, что подобные вещи действительно назрели. Это право на владение огнестрельным оружием у граждан. Это, на мой взгляд, одна из основных гарантий от узурпации власти. Да, это гарантия также защиты частной собственности и, скажем так, ну, это, в принципе, повышает статус гражданина, скажем так, серьезно, серьезно и действительно как бы служит большой гарантией от узурпации власти. Ну, и вторая, как бы, конституционная новелла, это что теперь мораторий на смертную казнь не временный, а постоянно действующий. Это, собственно, возвращает Россию, наверное, в том числе символически в семью цивилизованных народов. Потому что, как ты верно отметил, на данный момент Россия – это государство-террорист просто. Ведь это же тоже важно зафиксировать уже сейчас. Ну, да, ну, как мы знаем, пока еще не во всех странах, в том числе Первого мира, отменена смертная казнь. Но направление, скажем так, верное, это направление в сторону, это, скажем так, принципиальный отказ от смертной казни, он утверждает в целом такой евроатлантический вектор, вообще, выбор развития нашей страны в том или ином виде после Путина. Я хотел бы все-таки поинтересоваться твоей будущей работой в американском Сенсенке. Что хотят американцы узнать, собственно, о России, о ее будущем? Как формулируются задачи, которые будут стоять перед тобой? Скажем так, я буду заниматься изучением опыта и практики российских движений сопротивления, движений сопротивления, антивоенных движений, различных инициатив, низовых или горизонтальных, вертикальных, все, которые были созданы за последние пару лет, сначала полномасштабного вторжения. Да, я бы хотел провести некоторые параллели, сравнить с различными подобными практиками, которые существовали в других странах и другие исторические периоды, а также выяснить, какие из этих практик, какие из этих проектов, они могут быть, во-первых, более эффективны, и какие из них могут стать, скажем так, заложить основания для нового гражданского общества уже в обновленной стране. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о практиках сопротивления, которые появились за последнее время, это прежде всего речь идет о силовом сопротивлении, партизанском движении, чего ранее на путинской территории не наблюдалось, сейчас же вот чего только не происходит. Об этом речь? Ну, в том числе, не только об этом, да, но, конечно, безусловно, последние месяцы, скажем так, актуальность необходимости силового, так или иначе, сопротивления и наличие этого компонента, да, вообще в целом в информационной повестке очень сильно увеличилось, действительно. Вот, и, ну, и все больше людей приходит к выводу о том, что силовое сопротивление режиму также является, ну, важным компонентом, важным и неотъемлемым компонентом свержения этого режима и установления новой власти. Ну, и, конечно, не только важным компонентом, но и ограниченным определенным образом, а именно конвенциями, собственно, о чем говорил Съезд народных депутатов еще раньше. Алена, есть ли вопросы ко мне или к нашему гостю? Да, Алексей, я хотела уточнить, у вас, насколько я понимаю, там действительно собрались единомышленники, которые заряжены на очень качественную работу, поэтому между вами время от времени возникают споры, да, то есть сталкиваются разные точки зрения. Сейчас, вот, если бы тебя спросили, пришли ли к единому, там, консенсусу и к тому, чтобы не спорить, не сомневаться, ну, не знаю, там, стоять на какой-то одной точке зрения, есть уже такое или все-таки приходится еще в споре рождать истину? Ну, я сначала скажу свое впечатление. Вы знаете, очень много поправок и предложений Ильи Пономарева, в общем, отвергаются Съездам. Это говорит о том, что, во-первых, это действительно такое независимое собрание депутатов, у каждого свое мнение, и большинство не всегда оказывается на стороне, собственно, Пономарева, который, конечно, влиятельный член этого парламента, но все-таки он всего лишь один из равных. Я хотел бы как раз передарисовать этот же вопрос своему гостю. Юрий, а Съезд народных депутатов – это место для дискуссий? Ну, я думаю, мы видели, как бы, и в прошлые разы, и в этот раз тоже мы наблюдали достаточно конфликтные ситуации, ну, скажем так, в рамках приличия, конечно, да, то есть в рамках парламентской процедуры. Именно так, да, 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 да. Вот, и вчера он там, собственно, когда принимали проект закона об амнистии, и сегодня там по поводу гендеров, кажется, тоже был какой-то спор. То есть, ну, в целом, конечно, все, я так понимаю, все собравшиеся, они объединены, ну, необходимость объединены целью действительно установить, переучредить это государство, и, ну, довольно, скажем так, принципиальным и радикальным образом. Да, Алена, новое государство рождается в муках, но в рамках парламентской процедуры. Нет, нет, все правильно, это же только в Госдуме мы видим, как за один день могут в трех чтениях проголосовать, и мы понимаем, что в этом нет никакой эффективности. Поэтому, да, пускай через споры, через несогласия, но вы напишите действительно самые лучшие законы для возможной совершенно другой России. Спасибо большое, Алексей, за это включение, за вашу работу. Спасибо большое, Алексей Барановский, журналист, наш коллега сейчас из Варшавы, включался к нам для того, чтобы рассказать, над чем работают оппозиционные депутаты, оппозиционные лидеры мнения, которые не согласны с тем, как выглядит Россия сегодняшнего дня.